Юпс! Всем привет! Утята, утятки и утятчушки! Это я, утят Шиморо, утковыживальщик в игре Дагсайд. Значит так, ребята, у нас вышло недавно совсем в Steam полноценная ранняя версия, как говорится, выживалки про уток. Это своего рода раст про уток, о котором я слышал, кстати говоря, когда он еще был на ранней-ранней версии. Вот оно, немножечко я, по-моему, даже там поиграл, но игра была очень сырой. Сейчас я решил зайти и посмотреть, что за игра такая, что из себя представляет, интересная ли выживалка и можно ли здесь вообще получать удовольствие. Левая кнопка мыши срубить, рубим клювом. Знаешь, задача здесь, строить дом, выживать, как говорится, собирать ресурсы, уничтожать других уток, рейдить других уток, быть другом с другими утками, можно играть с друзьями, насколько я понимаю, ну и, соответственно, получать от этого удовольствие. Откройте карту и найдите себя на ней. Это первые мои шаги. Хорошо. Соберите волокно с кустов. Нас хорошо здесь обучают, кстати говоря. Соберите дрова. 0 из 230. Подожди, а дрова мы как собираем? Давай попробуем. Шлепаем. Ага, понял. Собираем дрова. Нас обучают полностью учачьему делу. Слушай, ну это интересно на самом деле. В выживалке создайте лук. А создавать где у нас? Ремесло. Оружие. Лук. Дерево, веревка. А нам нужна веревка, да? Делаем веревку. Создаем в ремесле. Прикольно сделано. Все удобно. Давай пособираем еще ресов, короче. С луком, я думаю, будет проще. Но я думаю, другие утки могут нас вычислить и расшимбинить. Значит, посмотрим, что у нас выйдет. Братишка, ставь лайк, значит. Стараюсь для тебя каждый день, как ты говори... Как ты... Как ты говоришь? Как ты видишь различные игры снимать. Канал у нас работает. Продолжаем выпускать видео. Не забывай подписаться, пожалуйста, на телеграм-канал, чтобы не пропустить чего-то. Создайте и экипируйте лук. Это мы сейчас сделаем. Создание у нас идет. Нужны будут стрелы. Сейчас я пособираю всякое разное. Болтать у нас на F6. То есть уткам можно договариваться с другими утками. Чтобы мы получали вместе удовольствие совместное. Так, хорошо. Лук есть. Экипируем. На слот. На четверочку. Лук. Стрелы теперь, наверное. А что нам не говорит даже, что создать? Стрела у нас есть, нет? Ремесла, оружие, медицина, гнездо, инструменты. А стрелять-то чем уточки? А вот, ага. Камень нам нужен теперь. Утки нужно собрать камень. А вот это у нас что? Убираем вот так. Это мы собираем не то. Нам нужен камень. Это что? Это не камешек. Я могу летать как бы. Я могу не только бегать. То есть мы можем вот так вот летать. Ну-ка, а пикировать как-то. А вот мы можем еще клевать в воздухе. Я могу летать, везде всю карту осматривать. В чем-нибудь удивительная особенность, да? Что тебе не нужно передвигаться на своих двоих. Ты всегда можешь взлететь, соответственно. Если кого-то отшимбенить, например, хочешь, да? То, соответственно, ты летишь уткой и шимбенишь. Надеюсь, это камень у нас. Да? Ремесло. О, стрелы делаются. Да? Да. Стрелы сделаны, можно лететь, короче. Смотреть, что кого. Должны быть точки интереса, по идее, по логике. Всякие разные. Интересно, а полет я могу себя как-то продлевать? Должны быть интересные разные точки интереса, на которые мы летаем. Ну, я хотел бы построить дом, конечно же. Наверное, есть у нас планерочка. Если в ремесло выйти, то у нас должен быть план для строительства. Необходимо для строительства. Используй для возведения. Вот. Давай, создаем молот. И полетим сейчас по дороге, посмотрим, что кого вообще. Как здесь что происходит. Есть броня, одежда, видишь, даже очки утки там. Все там, все всякие снаряжения, которые ты можешь найти. Но где его брать, абсолютно пока непонятно. В подобных играх очень много должно быть читеров. Кстати говоря, по аналогии с Растом, да? Читеров. И я слышал, что-то там писали про китайских игроков. Что китайские игроки здесь уже застраивают серваки и уничтожают всех вокруг. Утят. Не знаю, правда-неправда. Бочки по аналогии с Растом. Разбираем, забираем ресики. Всякое разное у нас имеется. Открыть. Это мы берем. Там и попить, и поесть у нас будет. Левая кнопка мыши поломать. Мне нужно что-то другое, чтобы ломать быстрее, мне кажется. Пёрышки всякие, херёрышки. Вон там базы чата. Там кто-то живёт. Вот бы какую-нибудь утку приписюлить. Было бы интересно. Какую-нибудь утку новичка, которая строит дом. О, я понял. Вот у нас центр, где стрелы, да? Ты играешь, получается, от центра стрелы. Машины нужно пролутать, наверное? Это чё-то база, смотри, уже большая. Прямо у машины стоит. Мне кажется, меня здесь сейчас и заберут. Мне кажется, мои уточки пиздарик. Ну, сейчас посмотрим, как здесь строится, развивается, выживается, насколько это интересно. Насколько это практично, как говорится. Бутылочку заберу. Вот это тоже хочется открыть. Как-то странно здесь центр сделан, если честно. Не очень приятно это всё выглядит. Не пойду сюда, здесь база застроенная. Лучше полечу куда-нибудь выше. Стамина очень быстро кончается. Может быть, какой-то энергетик нужно принимать. Ещё чё-то? Чтобы у нас... Ну, чё вот молоток, если я возьму в руки? А, во, пожалуйста, я могу строить, видишь? Я могу спокойненько бам себе и фондейшн, например, бахнуть. Всё, понял. Строительство имеется. Всё достаточно просто. Всё упрощено. Собираешь ресурсы, строишь. Поэтому вон там, вон, большая база уже у кого-то есть. Наверное, нужно сделать инструменты для строительства. Давай посмотрим. Оружие, одежда. Одежду даже могу сделать, кстати говоря. Из верёвки и дерева. Слушай, чё не? Давай мы это всё сделаем, братан. И топор нам нужно скрафтить. Чтоб деревья рубить. И кирку мы сделаем. Ну, чтобы у нас всё уже было, как бы. Вот, деревянный шлем. Одеваем, одеваем. Так. У нас должен сделаться топорчик. Каменный топор у нас делается. Пока мы собираем здесь ресурсы. И где-нибудь попробуем построить дом. Очень интересно, на самом деле, сделать было обзорное видео. Посмотреть, разработчики развивают, не развивают свою игру вообще, как бы. Интерес имеется к ней, потому что что-то необычное. Как мне кажется, да? Все мы привыкли выживать людьми. А тут мы с тобой утки. А чё нет? Нормально рубит всё. Смотри, как красиво. Бам! Слушай, дерево валится аж. Ещё, подожди. Ёпта, его там надо нарубать. Ёпта, вот это палево. О, ё-ё-ё, оно на брёвна прям там разбивается. Такое палево, если честно. Так, дерево срубил, все видят, что ты нарубил древесинку. А там костерок, подожди. Там утки какие-то сидят, не? А вот здесь вот что? Так-то мы можем и спикировать. И тудой, и сюдой. Враги какие-то, НПЦшки есть у нас? Опа-на! Можно покупать за перья рецепты. Интересно. Здесь... Опа, хорошо. Оружие ближнего боя. Отлично. Слушай, а интересно даже как-то. Смотри, мы как быстро разрубаем с этой хренью. Всё, я понял, я вникаю. Я вникаю. Я утка-профессионал. Я вникаю, ребята. Мне кажется, это лучше, чем раз, не? Это даже интереснее, чем раз за счёт полётов. Можно переплавлять, здесь печка стоит. На шифт мы пикируем как бы. А вот, смотри. Мы можем взлететь высоко, а потом пикировать. И когда мы пикируем, мы копим стамину. И смотри, утка несёт с собой меч. Слушай, нужно выбрать место для дома, мне кажется. Чтобы посмотреть, как это будет работать. Чтобы домик поставил. Ну там, смотри, кто-то дом на воде бахнул. Графически игра, кстати, очень даже неплохая. Ну, то есть, это стилизация, да? Я такую стилизацию люблю. И анимации утки мне нравятся. Хорошо сделано. Ничего лишнего. Как бы... Анимации и анимации. Хочется покушать там. На шестёрочку бахнем. Тихо. Вот мы берём на шестёрочку. И кушаем, да? Да, мы подкушиваем. И у нас хп тоже восполняется от этого. Ля, ну куда полететь-то? Где бы домик себе сделать? Вон там кто-то бахает дом. Полетели туда съесть. Сходим. А я могу в полёте лететь, например? Офигеть, я могу в полёте лететь и бахнуть с лука? Вот так прямо кого-то шимбенить? Там руда интересная. Сейчас мини-дом сделаем. Посмотрим, как это работает вообще. Как у нас работает система домов. Система крафтов, как говорится. Может быть, даже очень интересно сделано. Топориджо разберём. Разбираем здесь и смотрим, что у нас там. Тут какие-то районы, как я понимаю, я не знаю. Жилые это, МПЦшные районы. Какие-то застройки, видишь, есть. Слушай, а что бы здесь не поставить? Ну там дом, конечно, красивый у людей. Уток, точнее. Смотри, там два входа. Там, конечно, обустроены, ребята. Я не хочу с такими соседями жить. Но мне кажется, здесь всё застроено. Много домов на воде, кстати говоря. И вон дом на воде. А где все утки? Мне интересно, чем они занимаются? Какие у них места интереса? Рейдят друг друга? Утки на рейде. Мы на мопеде. Никого не чувствую вообще абсолютно. Давай спикируем туда. Под разгонимся. Там тоже дома какие-то. Давай вот здесь разобьём ресурсницу. Нам нужно будет в любом случае сейчас выбрать место для дома и посмотреть, как это работает. Как у нас уточки? Хуюточки. Животных других я не вижу, кстати говоря. Это очень странно. Хотелось бы видеть других животиков. Я не знаю, кошечек, собачек, игуан. Этого тоже нигде нет. У нас здесь закрытая территория с тобой. Здесь есть утки-бандитки. Здесь же должны быть, по идее, НПЦ, не? Дикие утки. Перья мы выбиваем, видишь, вот с таких вот мест. Этот предмет недоступен. Перья мы рубим с таких... Опа-на, вижу, понял. Там охотники. Ребята, я не знаю, это утки либо охотники. А с кем там кто? Да, это люди-охотники, прикинь. Поэтому это и Рестрикт Этерия. Здесь мы можем похотиться на... Ага, понял. Так, братишечки. Видишь, он пахает. Блетина. Как-то очень странно. Перезарядка работает, система. Надо привыкать к этому. Привыкать к луку. По баллистике, по всему. Слушай, мне нужно уходить отсюда. Мне кажется, зарубят утку нахер. Так, тихо. Похаваем. Я надеюсь, они ко мне не придут. Слушай, я что-то выбил. Ля, я не уверен. Пулу автоматически... А, это затвор пули. Мобилочку. Зеленый ключ какой-то я выбил. Слушай, нужно уходить отсюда. Что это? Спирт. Бахнем? А, не могу бахнуть. Усика. А лечиться больше нечем. Бинты не могу сделать, да? Ремесло, инструменты. Одежда и гнездо. Одежда и гнездо. Нам с утенком не повезло. Сделаем так. Из общего вещь я ничего не могу взять. А, медицина есть у нас. Тряпка. Небольшое количество хп мы можем восстановить на тряпке, получается. Давай бинтанемся. Совсем маленькое количество хп мы восстанавливаем. И плюс оденем. Вот так вот сделаем. И улетаем отсюда, как бы. Нам здесь делать нечего. Ой-ой-ой-ой. Прямо по броне, блин. Перебинтовываемся, ищем. Слушай, ну так-то интересно. Получается, есть НПЦ, видишь? Которые долбят уточек. А мне нужно сделать дом. Для того, чтобы я мог уже складывать свои вещи куда-то. Утиный раст, ребята. Там вон кто-то домик построил, кстати, здесь, чтобы фармить. На фармилочке. Пока по луку мне непонятно, как это стреляет. Мне очень приятно. Во-первых, нужно всегда с правой кнопкой мыши работать. Слушай, я бы вон там на той горе построился, и хер с ним. Я бы на той горе бы пошел, бы залетел. Очень непонятно мне, знаешь, что. Стрельба из лука, это первое. Каким образом у нас идет баллистика летит? Стоит ли на... Предугадывать немножко, на опережение работать или не стоит? Как-то непонятно это все было. Вот. Что дают эти охотники? Наверное, здесь топовый лут. Наверное, какой-то гир можно подобрать. Если зачистить. Зачистить одному, наверное, будет тяжело. Нужно под других уток подстраиваться. Либо одеться и на хорошем гире залетать. Пока непонятно. Очень много вопросиков. Очень много вопросиков. Я что-то топовое вообще убиваю, не? Батарея. Не знаю, надо, но мне не нужно. Давай полетим дальше. Вон там тоже дом. Ля, ну вот эти соседи меня зарядят, короче, я понял. Мне вон туда нужно. Я вон туда полетел. Вот там я сделаю домик. Чтобы соседи не видели. Там соберем как раз древесинки. И, соответственно, решим вопросы. Вон, какая-то утка кого-то замочила, смотри. Каратыш 3М. Не буду читать ник. Там уже домик, кстати, есть рядышком. О, вот тут мне нравится. Вот тут. Ой, красивое место, ребята. Красивое место для дома. Не знаю, как здесь правильно, соответственно, работать с домами и постройкой. Но, тем не менее, мы попробуем решить этот вопрос. Там гнездо, кстати говоря. Подожди. Ну, строительство типичное. А-ля, как говорится, все подобные выживалочки. Мне бы кирку. Ну, я стопора, наверное, могу шлепнуть. Я камень стопора не нарублю, да? Класс. Давай кирку сделаем. Можно еще красить. Гнездо. Во. Птичье гнездо. А, для возрождения. Смотри, тут кто-то возрождается. Нужно гнездо это убрать. Это чужое гнездо. Лол. Сейчас кому-нибудь не передастся. Гнездо атаковано. Да, вырубаем здесь гнездо. Потому что здесь какой-то чел респаунец. Видимо, кто-то здесь захотел себе тоже дом сделать. Ну, теперь это наша территория. Это мой райончик. Так, это мой райончик. Мы с тобой делаем чокеркой, вырубаем. Почему у нас так? Почему с такой задержкой это делается? Нажал шестерку, он что-то переключается. Так, забираем. Камня много, в принципе. Теперь. Теперь, теперь. Оп. Нет. Добахаем. Построим гнездо уже в доме, чтобы возрождаться. Вот таким вот образом. Теперь. Нам нужен вход. Ебаный, ерод. Вот так. Нам нужны. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Да ладно, волокон нету. Слушай, а что делать? Так, давай-ка мы с тобой, знаешь что? Гнездо я здесь при гнездю. В любом случае в уголок. Чтобы здесь мы резались. Но нужно достроить. Получается, волокон не хватает. У нас здесь рубится дерево. И волокна определенном количестве добываются. Но нам нужно, по идее, по-хорошему большое количество волокон найти. Здесь, наверное, иксовый сервер. Потому что мы нормально с тобой расстроимся. Ну, противника я здесь не чувствую, как говорится. Пока. Что-то я замахнулся, мне кажется, на широкий дом. Противника я пока не чувствую. А что у нас по крышам? Это фундамент. Фундамент, стена, перекрытие. Вертикальная полустенка, двойной дверной. Перекрытие. Вот так вот. Бах. Бах. А дверь, где крафтить, вопрос. Вот эту брюсинку тоже шлепну. Надеюсь, деревья восстанавливаются. И снова можно будет их построить. Ну, типа, снова можно будет их перерубить. Потому что это плохо, если мы сейчас все вырубим здесь. Тем более, здесь тот огнездился, какая-то утка. Плюс нужно будет этот поставить. Сундучки. Для того, чтобы нам отутячиться. Там вон сосед мне не нравится вот этот. Странный парень. Косо на меня поглядывает, мне кажется. Мне кажется, они придут к меня. Эпсти. По ощущениям. Ну, это так, по личным. Так. А чтобы дверь мне построить. А вот у нас есть двери. Деревянные двери. А замок? Печь? Схрон это мы сделаем. Деревянный люк есть. И печка. Также костерок могу бахнуть. Так. Это все хорошо, прекрасно. А вот эти двери. На базе, к которой вы зарегистрированы. Подожди. А шкаф мне нужно какой-то построить. Подожди-ка. Интересный момент. Идол. А, используется для управления базой. Все. Утячий, учачий идол должен быть. Чтобы мы управляли базой с тобой. Так, давай вот так вот сделаем. F2. А, тоже. Во, во, во. F4. Все. Типа, мы здесь живем. Теперь мы можем бахнуть дверь. Вот. И теперь дверь ставится. И здесь сразу стоит замок. Установить код. А что я должен? Подожди, а как это я? Стопулька, братик мой. А как мне тебе скрыть это все? Ладно, не буду пока. Код ставить никакой. Здесь у нас что? Коробка. А, до распада базы. Смотри. 9 часов. До распада 6 дней. Вот мы положили древесину. И теперь база не распада. Аля? Ну это просто. Ну это просто раст, ребята. Это просто раст. А улучшить я могу вот это вот. Фундамент. Левая кнопка мыши улучшит. Понял. Чтобы базу не разбили. Мы с тобой улучшаем таким вот образом. Слушай, это интересно. Она приятно играется. Реально, она по кайфу играется. Нету никаких негативных моментов прям. Что там по веревкам? Ага. Ждем веревки. Да улучшаем вот это все дело. Чтобы у нас уже база была нормальная. И пойдем отправимся дальше. Слушай, а засасывает? Засасывает. Но подобные выживалки всегда засасывают. Потому что у них есть вот этот вот элемент. Да? Тебе нужно таскать ресурсы. Что-то собирать. Что-то делать. Постоянно двигаться куда-то. Вот. Я могу сложить ненужные мне вещи. Например. Да? Которые я налутал. И какие-то вещи я могу наверное продавать. Здесь у меня даже патры. Перья у нас на вес золота. Металлолом. Это мы и зеленую карту. Я не знаю. Утки торгуются. Здесь не торгуются друг с другом. Возможно должны торговаться. Дальше что? Костерок бахаем. Бахаем костер у нас будет вот тут. Да. Мы его легко можем сделать. Теперь. Веревочка у нас перестала строиться. Для этого нам нужно волокно добывать эти. Все. У нас есть код. У нас есть код. Задом наперед. Ладно. Полетели. Слетаем. Полетели. Слетаем. Посмотрим. Тряпочки я с собой оставил. Тряпочки я оставил. На F1 могу подкушать. Тряпками перебинтоваться. Посмотреть что дальше. Мне кажется сейчас куда я пойду там пизды и пучу. Мне нужны волокна пособирать. Волокна падают с деревьев. Я не знаю. Слушай можно было бы выше здесь построиться братишки. Можно было бы выше прилететь построиться. Давай вот это соберем. Плюс печку. Плюс всякие разные эти штуки. Офигеть. Офигеть на самом деле. Прям взяли в наглую раз скопировали понимаешь. И в это играют. Потому что очень много наполненных серваков. Кому то надоел раз ты играть за людей. Он играет за утку. Я не знаю. Рассказывай какие у тебя впечатления о таких играх. Тебе по кайфу такой геймплей. Ну что выживание и выживание. Ух ты ж ё. А это чё? Какая-то опасная местность мне кажется. Ля. Теперь я чувствую себя уткой в Таркове в каком-то. Тут по-любому есть топовый гирчик. Но утки могут дать пиздюлей. Сейчас расследуем. Интересно. По ощущениям там может быть чё-то интересное. Чё-то топовое иметься может. Зачем мне столько спирта? Я не понимаю. У нас утка прям... Я смотрю это. Добычица. Спиртовая. Слишком много спирта в игре. Нахера столько спирта ввели? Непонятненько. Видимо нужно. Этот предмет недоступен. Эти ворота я не выбью. Стрелять в кого-то придётся вообще, не? Вот это интересный аспект. Стрельнуть мне нужно будет в кого-то? Не, ребята. Так, а там костёр горит. И печь. Это костёр и печь. У моей утки есть меч. Голову сплечь, голову сплечь. У моей утки есть меч. А чё здесь с фпсом как будто? Или с лагами с какими-то? Чё за загрузки-подгрузки? И чё мы тупо разбиваем что ли? Вот эти вот рисуют. Здесь ничего такого интересного? Топовые ящики какие-то есть? Или они все с рандомным лутом? Вот здесь какие-то лаги пошли, смотри. Когда в помещении утка, у неё какие-то проблемы. Прям как будто какие-то подлаги. Других уток мы пока не видим. Хотя на серваке играли определённое количество людей и уток. Где они все, чем они занимаются, непонятно. Верёвки нашли. Блин, а я-то думал, будут интересные места какие-то по лутанию. Петя стал уткой и получается, ребята. У нас. Петя. Я утка Петя, короче. Слушай, а по проводам там ток идёт, я не пойду туда. Залетать не буду на них. Что мне нравится в таких подобных играх, да? Это то, что у тебя очень быстрая система строительства. Интуитивная. И то есть ты со старта себе строишь дома. Ну вот а-ля Раст, а-ля Утка. Ты со старта себе строишь дом, получаешь от этого удовольствия. Ну то есть, как бы, ты очень быстро... Тихо. Выходишь в какое-то определённое развитие. У тебя появляется чувство того, что ты уже построил собственный дом. Что ты охеренный выживальщик. Что у тебя большой прогресс в игре. Это здорово. Когда есть чувство прогресса в подобных выживалках, ну от строительства, от добычи ресурсов и так далее, это всегда затягивает. Потому что тебе хочется потом одно улучшить в доме, другое, третье, четвёртое, пятое. И таким образом у тебя происходит процесс выживания. Достаточно долгий, кстати говоря. Систематичный. Хорошо. Волокна очень много собрал. Мне нравится, как утка держит эти инструменты. Смотри, прикольно. Топор несём там ещё что-то. Офигенно. Смотри, все наши инструменты, они тоже у нас на утке висят. Вот это, это и хорошо. Так и должно быть. Ну сейчас посмотрим, может выйдем в печь. Я хочу улучшить дом, посмотреть, что у нас из этого выйдет. Странно как-то вот эти предметы ставятся у нас, выставляются туда-сюда. Слушай, ну потенциально игра есть. С потенциалом каким-то имеется, имеется. Мне нравится. Графически тоже неплохо. А, ну сика, а это что здесь? Ах ты сосулька. Охуеть. Его ограбили. Ему дом снесли. Это сосед мой был. Или он только сейчас начал строиться, непонятно. Либо ограбили, либо только сейчас начал строиться. Вот так вот. Дверь не сделал, джи-джи. Братиш. Утки должны быть опытными. Так. Доделываем все вот так теперь. Теперь, теперь, теперь. В ремесло. Идем в инструменты. В гнездо. Нужно, естественно, сделать печь. Обязательно. Пускай делается печь. Еще один ящик. Зажжем костерок. А что мы можем жарить в костре, кстати говоря? Чем у нас питаются утки? Провод можно сложить сюда. Он мне не нужен сейчас. Спирт тоже мы принесли. А вот в печи мы можем переплавлять, переплавлять определенный ресурс, по идее. Вот здесь можно поставить печку. Слушай, ее, наверное, могут открыть отсюда. Во многих играх, так, кстати говоря. Здесь я буду ресурсы хранить. Так, стой. Костер мне не нужен. Допустим. Оп. Воу. У нас идет серная руда переплавляется. Смотри. Мы получаем уголь и серу. Получается, таким образом у нас работает переплавочка, да? А как выйти в более высокие технологии по всему остальному, интересно? А, это мы уже из тряпок делаем. Тряпок 8 мешковина. Ага. Слушай, надо бахать тряпки и делать бронежилет, мне кажется. Надо бахать тряпки, ребята. Бахаем тряпки, сделаем броник. Сера у нас перерабатывается. Мы потом это все заберем вот в этот шкафчик. Слушай, ну это затягивает, конечно, да. Тут, безусловно, идет затяжной процесс. Потому что тебе хочется в подобное играть. От подобного удовольствия получать. Такое мы любим. Такие выживалки. Так, ремесло. Теперь мы можем создать с тобой. Мне нужно вот в это выйти. А, требуется верстак. Ну, куртку сделаю, че? Подожди, а как мне выйти в верстак? Инструменты, гнездо. Верстак. Дерево. И металлические фрагменты в количестве... 220. Че? Вот этих... А, это листовой металл. А где металлические фрагменты? Металлолом. Провод. Металлический сплав. Так, куртка. Все, мы в джинсовочке, нормально. Моя утка готова. Не, ну пускай оно плавится. Нам в любом случае дальше пролететь, посмотреть. Как бы меня здесь не пиздюкнули. На выходе. У нас, видишь, есть сосед. Который очень странный кент, как говорится. Че он тут делает, непонятно. Мы пока ни одной утки с тобой не встретили из игроков. Я даже не знаю, в мили на них идти, либо с лука пытаться стрелять. Мне кажется, с лука это жестко. Медицина нужна хорошая. Для пи-ви-пи. Слушай, я не понимаю, у него даже гнезда там нет. Вот он там что-то построил. А гнездо не поставил, братишка. Это странная утка. Странная утка в зубах промежутка. Опа, а там что, подожди. Такое мы берем. Такое мы берем. Это вкусно. Можно сушить на огне. Главное не жарить, ничего. А сушить. Грибочки любишь? Рассказывай. Какие у тебя любимые? Лисички, опята? Или какие-то другие? Здесь никого больше нет. Мне кажется, что в принципе райончик неплохой. Не, ну если в целом брать, то место удачное. У нас есть только один сосед, уже темнеет. Пролетим дальше, посмотрим. Может познакомимся с какими-то соседями, я не знаю. Может гостеприимные будут? В чем я сомневаюсь, конечно. Получение пизделей крайне вероятно, но тем не менее. Обычно в таких играх, кстати, все агрессивные. Никто не дружит. Это кто? Ты что, сика? Подожди, это кто? Кто это? Это игрок. Лол? Это что было? Я думал, это спящий игрок здесь уснул. Не понял. Не, ну какой-то слишком красивый был. Вон туда хочу слетать, посмотреть еще что там. О, руда интересная. Подожди, это что у нас за руда? А, это сера. Я не знаю, сера нам нужна будет, на самом деле, как я понимаю, для взрывчатки. Да, то есть... Наверное, здесь... Так и вот он. Надо вверх взлететь, короче, и туда пролететь дальше. Я хочу тут остров посмотреть. Стоит ли нам там что-то делать или не стоит? На первые пиздюля. Летим, пикируем. Там еще и базы, как в этом. Но это реально, это просто учачий раст, ребята. Это учачий раст! Выглядит все странновато. Но клон Раста один в один практически в плане механик основных, да? Прям клон, клон, клон. Взяли вот основные геймплейные особенности, которые Раст оттачивал годами. А там какие-то дровосеки, подожди. Там человеки. Да. Я не знаю, смогу ли я их зачистить. Ага, это минус. Я понял, два выстрела нужно. Ебать! У меня ж перья разлетелись! Там босс какой-то, что ли? Долгая перебинтовка, на самом деле. Вот это плохо. И что у нас там лутать? Там челики убивают, кстати, на карте кого-то. Лутки сутками мочатся. Я не понимаю, как это работает. С них перья падают. Да что ж такое-то, что у тебя с мышкой-то ебать? Вроде бы это, она прям не двигается, как будто в прицеливании. Очень странно. Я хочу посмотреть просто, что здесь можно залутать с утюгом. Там еще камп ко мне кто-то. Ну, чтобы в упор подошли. Ты чё? Для охотники, пожалуйста, не ебите уточку. Ты чё? Ты замах... А почему я не мог замахнуться? Это ебаная игра говна. Это ебаная игра говна. Она механически не создана, не отработана. Она в нерабочем состоянии. А... Схуяли, я же загнездился! Ебаная игра говна, вообще мусор. Чё, стюка, нахуй? Ты здесь спишь, что ли, блядь? Не спишь больше. Это мусорка, получается. Это копия растов с ебаной игрой говна. Но я не знаю, как это еще охарактеризовать, блядь. Я должен был приземлиться и сделать замах. У меня непонятно и с анимациями что-то происходило. Я не мог... Я должен был... Я все рассчитал. Ладно, это первый блинком. На самом деле, подобные игры затягивают. Если без шуток, да? То есть, если ты устал, например, от всяких арков, растов и всего прочего, ты получаешь удовольствие в подобных играх. Вот, единственное, что нужно механики понять, изучать. Это был первый взгляд, да? Мы делаем с тобой сегодня первый взгляд, обзор, потому что первые эмоции, первые впечатления, это самое важное, я считаю, когда ты получаешь, да, от игры. Вот, и я могу сказать, что клон вроде бы удачный, но вот по механикам стрельбы, по механикам, соответственно, вот прицел, тоже непонятно, что с мышкой, когда ты прицеливаешься. Она как будто вообще еле ездит, я не знаю, как будто здесь input lag, как будто смусинг какой-то идет, ну, сглаживание. И ты вообще вот просто, ну что это, я двигаю мышкой, она у меня значительно больше расстояния происходит, чем... Ну, короче, по управляемости, это не топчик самый, который хотелось бы видеть. Так вот раньше делали игры, с очень конченной центровкой, с, я не знаю, directional input'ами и так далее. Вот с этим есть проблема, может быть, это можно поправить, не знаю. Но по ощущениям, ребята, мне кажется, что достойная выживалочка, чтобы провести время. Вот, пиши, что думаешь, лучше, чем раз эта игра или нет. Ну, а мы увидимся на новом видео. Я не понимаю сейчас, почему я не загнездился на своем гнезде, тут даже есть торговец, кстати. Почему у меня 12 километров гнездо? Вопрос. Почему у меня был респаун не там, если у меня есть гнездо? Я же загнезденный, где гнезденец. Почему меня откинуло в какие-то ебенят? Попробую загрызть, короче, сейчас, вон он, видишь, охотник? Давай я попробую его грызануть просто, блядь, на профессионализме чисто. Грызану его, нахуй, просто, блядь, в мили. Мили его загрызу, нахуй. Чебудь пела. На тебе, в жопу. На тебе, блядь. В жопу и в писю. А ты без перезарядки, у тебя двух столков вообще-то. Брат, а не, я слышу. Так, могу ли я резнуться на гнезде? Давай проверим теперь. Перерождение. А вот, я выбираю место. Подожди. А вот, смотри. Оп. И теперь я, наверное, резнусь на гнезде. Да. Все, все. Теперь, теперь вопросы отпали. То есть, ты умираешь, выбираешь место. А по умолчанию ты резаешься где-то непонятно. То есть, как бы, ты выбираешь место для загнездения. А у нас мы были с тобой на каком-то из островов, где нас пизданули охотники. А это было где-то там далеко. Вот там это было. И вы там наверху. Интересно, смогу ли я забрать свой труп? Давай еще поиграем немножко. Мне кажется, я там не вытерплю, не выдержу, но тем не менее. Короче, с охотниками в упор не подходим, потому что у них двустволка, это логично, да? И дробаш, соответственно, тебе перышки подравнивает. По системе боя непонятно пока. Че, как? Система боя абсолютно странноватая для меня выглядит. Вот особенно милишная. То есть, ты выходишь на челика, ты пытаешься ударить. Я же тогда подманивал охотника, у меня меч там крутой, кстати говоря. Поэтому хотелось бы это все иметь в виду. Посмотрим, заберу ли я сейчас предметизацию. Уже ночь наступила. Ночи, кстати, вишни такие темные, мрачные, вонючие. Как во многих играх. Утка интересная. А я же, подожди, я же плаваю. Я же утка, утка. Хуяк. Не очень она быстро у меня плавает. Сейчас попробуем забрать тело. Интересно, не залутал ли меня там кто-то? Может быть, кто-то слышал, видел? Подошел, подлутал. А вот эта стамина, она прокачивается как-то? Возможно, есть какой-то баф, чтобы летать дольше. Наверное, должен быть баф, чтобы ты стамину быстрее как бы копил, меньше тратил. Это логично было бы, кстати говоря, иметь такое. Вот мы взлетаем. Летим, шифтуем, потом копим стамину. Летим. Утка в полете на альт. Можно повернуться, посмотреть. Я просто хочу забрать ресурсы, не хочется их оставлять. И вы там, наверху. Где-то кто-то воюет по карте, но карта большая, насколько я вижу. Да, вероятность встретиться крайне маленькая, только на точках интереса жестких. Вот, смотри, когда ты умираешь, у тебя остается, наверное, вот он, да? Да. Как я могу взять все? А я не могу, что ли, все взять? Это рофл. Почему я не могу взять все? У меня вопрос. Подхилимся. Охотник вон есть, он со снайпой. Ща хильнемся неплохо так. Бафнемся, может быть. Попробуем его разобрать. Это мы надели все, надели. Раз. Два. Минус две, блятины. Слушай, а с них просто перья падают. А какой интерес, ну, а вот, патрончики можно еще залутать. Какой у утки интерес? С них же просто перья падают. А ты хочешь замес? С них же просто перья падают. Просто перья. Кирка, смотри, лежит. Не знаю, не знаю, не знаю. Это что? Дисковая пила, нихуя. Имею право. А, нет. Это, видимо, для разбора. Было бы классно попилить. А так ты, получается, их просто разъемываешь, приходишь, да, и получаешь одни и те же, в принципе, типичные ресурсы. Ничего такого прям. Выдающий гося. Патроны с них лутаешь. Ну и перья. А перья здесь на вес золота, как я понимаю. Знаешь, братишка, вот такая вот у нас растоподобная игра появилась. Для настоящих уток-выживальщиц. Пиши, что думаешь. С тобой был я, отец Шиморо. А мы увидимся на новом видео. Пока-пока. Всем кабана. Муа.